Привет! Ты на канале Шестой Класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 759 из учебника «Математика. Шестой класс. Велен Кинжохов». Давай сейчас откроем вместе учебник и прочтем задание. Итак, найдите значение выражения. В этом видео мы рассмотрим задание под буквами В и Г. Если тебе нужно А и Б, смотри предыдущее видео, там уже все решено. Итак, начинаем с задания под буквой В. Записываем. То есть у нас такое дробное выражение. Кстати, как работать с дробными выражениями. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Итак, давай смотреть, что здесь мы можем сделать. Ну, здесь нужно умножать. Я предлагаю пока не умножать. Выполнить отнимание. Это легче. 13 минус 11 – это будет 2, 6 минус 1 – это 5. То есть 2,5 получится. Дальше предлагаю посмотреть, что можно здесь сократить. Или даже не сократить, а лучше избавиться от запятых. Например, хотя бы вот здесь. Мы можем умножить и числитель, и знаменатель на 10. Здесь перенесем на один знак запятую вправо и здесь перенесем. То есть умножили на 10. Я просто уже эти 10 и 10 не пишу. Если ты посмотришь предыдущее задание под этим же номером, буква А, то там я расписывала умножить на 10, умножить на 10. Здесь уже я не пишу. Как бы это в уме делается на самом деле. И получается 12,5, а здесь 25. То есть перенесли запятую, умножили на 10. И дальше я предлагаю сократить на 5. Это легко сделать, потому что 12,5 делится на 5 и 25 делится тоже на 5. У нас остается 2,5 и остается 5. Так, отлично. Что будем делать дальше? Я предлагаю. Вот, допустим, у нас нет сейчас калькулятора, мы не можем умножить. То я предлагаю представить в виде обыкновенной дроби. И тогда мы сможем все быстренько умножить. Каким образом? Итак, 21 сотая и 2,5. Дальше, что мы можем здесь сократить? Понятно, что 2… Так, тут я, конечно, перешла сразу к 1 второй, но давай распишу. 2,5 – это 20 в секунду. Это у нас 2,5 – это у нас 2 на 10 плюс 5. 25 десятых. И мы можем 25 десятых сократить на 5. Да? 25 на 5 – это 5, 10 на 5 – это 2. То есть останется 5 вторых. Вот здесь у нас будет 5 вторых. Дальше 5 и 100. Мы можем сократить на 5. Здесь будет 1. Здесь будет 20, которое я сюда написала. Ну, а здесь остается вот эта двоечка. Понятно? Просто я здесь не расписывала, чтобы длинное-то не было. Но это вот так вот. То есть здесь должно быть еще 5 вторых. И дальше мы уже переходим к 1 второй. 2 и 21 двадцатое. Так, дальше все понятно. Умножили 21 сороковая и пятое. То есть все равно дробное выражение. Я заменяю черту дроби на знак разделить на 5, чтобы легче нам было считать. Так, я сейчас это сотру, чтобы здесь мне писать. Так, и теперь, чтобы умножить, допустим, чтобы разделить на число, можно умножить на обратное. Обратная дробь – это 1 пятая. И у нас получается 21, 40 на 5 – это 200. И если мы разделим 21 на 200, это получается 0,105. Так, ну и задание В на этом мы решили. Поехали дальше. Задание Г. Вот такое оно у нас интересное. Что нам здесь сделать? Ну, здесь я предлагаю именно делить. То есть это на это, это на это. Так, ну, предлагаю разделить столбиком. Чтобы разделить… Так, ну, в принципе, нам нужно… Да, мы делить не можем на десятичную дробь. Нам нужно избавиться от запятой. У нас здесь два знака, нам мешают. То есть нужно умножить и числитель, и знаменатель на, получается, на 100. Умножаем, это будет 2, 7, 8. То есть на два знака. В сотне два нолика. Значит, переносим на два знака запятую и делим на 206. Видим, что 278 по одному мы возьмем. Минус 206. В итоге будет 2 и 7. 72 не делится на 206. Значит, ставим запятую и единицу сюда опускаем. Так, дальше возьмем по 3. 3 на 6. 18, 8, 1. Здесь, понятно, 1 будет. И здесь 6. Так, отнимаем. Берем здесь единичку от 11. Отнять 8. Это 3. Здесь 0 и здесь 1. Так, дописываем нолик еще сюда. Запятая уже стоит, поэтому все нормально. Можем дописать один нолик. 1030. Это мы возьмем по 5. 5 на 6 – 30. И на 2 как раз получается. 1030. Так, и второе. Тоже на 100 умножим. Получится 7, 8, 2. Потом запятая. Потом 5. То есть на 2 знака переносим запятую. Мы можем сделать это благодаря основному свойству дроби. Так, смотрим. Здесь уже можем взять по 2. отнять 626. От 12 и 6 – это 6. От 7 и 2. 5 и здесь 1. Все, целых не будет. Запятую ставим. 5 сносим. Ну и здесь, раз здесь 15 разделить на 3, скорее всего, на 5. 5, здесь 6 и 15. Так, отлично. Есть. То есть мы теперь запишем 1,35 плюс 2,5. В данном случае это самое простое, что мы можем сделать. Ну и получается 3,85. Но это если при условии, что вы умеете делить в столбик десятичные дроби. На этом задание выполнено. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также переходи по ссылке под этим видео на наш сайт. И там ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И решив данное задание правильно, ты получишь баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Так что желаю всем удачи и до встречи в новом видео.